По поручению губернатора в Ненецком округе увеличили количество ПЦР-тестирования. О том, где можно провести тестирование, а также кому необходимо его проводить, в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Проводить тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции или нет, принимает непосредственно врач-терапевт. Однако есть исключения. Так, в обязательном порядке ПЦР-исследование проводится пациентам с диагнозом пневмония, медицинским работникам, тем, кто вернулся из-за пределов России и имеет признаки ОРВИ, тем, кто контактировал с положительными ковид-пациентами, кто оказывает помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и лицам старше 65 лет с признаками ОРВИ. Первое обращение к населению, если вы чувствуете признаки недомогания, если у вас длительное повышение температуры, необъяснимая слабость, боли за грудиной, проявление дыхательной висточности, позвоните и обратитесь к врачу. На сегодняшний день вопрос, тестировать или нет, в обязательном порядке это решение принимает врач-терапевт. И здесь два критерия. Это клинические проявления и второе – это эпидемиологический анамнез. Решение принимается индивидуально в каждом случае. Если острое респираторное заболевание протекает тяжело, то у таких пациентов тест берется в обязательном порядке. Исследования проводятся в трех лабораториях региона. Лабораторную диагностику возбудителя новой коронавирусной инфекции на территории НАО на сегодняшний день осуществляют три лаборатории. В двух из них применяется метод полимерной цепной реакции, так называемый ПЦР. Это лаборатории окружного противотуберкулезного диспансера, где мы сейчас и находимся, и лаборатории Центра гигиены эпидемиологии в НАО. Последняя в данном случае выступает в качестве референс-лаборатории, то есть лаборатория, за которой остается последнее слово в диагностике. По примерным расчетам медицинских организаций, для удовлетворения потребностей в тестировании необходимо дополнительно проводить около 40 исследований в день. Третья лаборатория – это Ненецкая окружная больница. Там для диагностики применяется метод иммуноферментного анализа, так называемый ИФА. Кроме того, на базе лабораторий медицинских учреждений доступно проведение экспресс-методов выявления наличия специфических иммуноглобулинов к вирусу COVID-19. Это метод иммунохормографического анализа или ИХА. Добавлю, средний показатель по проводимости ПЦР-тестов в регионе превышает показатели по другим регионам Российской Федерации. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал Север.